добрый день сейчас я вам покажу как сделать экзамен в пакетрейсере под названием он называется так и nsa practice potest skill assessment последний экзамен в пакетрейсере в третьем ccna открываем сам экзамен в netacandy у вас появляется вот такое вот окно здесь у вас будет кнопка take assessment или retake assessment нажимаете на нее у вас появляется вот такое оставающее окно теперь если у вас не установлен пакетрейсер вы нажимаете resources download packet tracer загружаете последнюю версию и нажимаете вот эту кнопку 7 на 2 или новее у вас открывается новое окно здесь в плавающем окне обязательно нужно открыть приложение ждем теперь загрузки пакетрейсера ну и я напомню что меня зовут юрий я представляю инверситет cdcom мы помогаем студентам начать IT карьеру специалистам повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококурисрованные кадры ну и сейчас у меня загрузится и мы будем приступать к самому пакетрейсеру ждем 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 все у нас появляется кнопка start assessment мы на нее нажимаем и снова ждем пока у нас откроется пакетрейсер туда загрузится все данные это займет какое-то время в зависимости от вашего компьютера все у меня к вите открылся пакетрейсер сейчас в нем еще все загрузится нужно подождать и можно будет приступать к выполнению знаний так ожидаем все activity появился почти все прогрузилась еще чуть-чуть осталось ждем все наконец-то все работает так тут у вас могут иначе называться устройство сейчас я уменьшу вот так вот сделаем топология может выглядеть немного иначе и немного иначе называться устройство но в целом суть задания будет одинаковой и собственно вот наше задание основное его вот так вот сделаем так здесь у нас наше устройство и happy адреса интерфейс и все такое в общем таблица есть дальше давайте наконец-то начинает что-то делать и так первое что нам нужно активировать по spf с id10 на rtr 4 с такими сетями rtr 5 с такими и rtr 6 с такими собственно rtr 4 5 6 вот у нас открываем rtr 4 вот так вот сделаем его вверх и у меня есть заготовленные команды сейчас я их открою тоже pp1 это у нас rtr 4 pp2 rtr 5 и rtr 6 крития на и балкон в то роутер spf 10 но и здесь три сети мы добавляем все взяло из таблицы маршрутизации все это мы добавили идем дальше pp2 тоже копируем открываем rtr 5 кто же его вверх поднимем и тоже ставим сюда команды и осталось только rtr 6 скопировать команды открыть устройство rtr 6 поднять его и вставить команды все все команды мы ввели у spf с id10 добавили на эти три устройства смотрим что от нас дальше требуют дальше от нас требуют настроить rtr 1 rtr 2 и rtr 3 у них должны быть собственно такие вот айдишники pspf ну и также с такими дополнительными параметрами например на rtr 4 должен быть cost value 50 и во всех устройствах low и dead interval должен быть в течение всех rtr 1 и rtr 4 на два раза больше чем дефолтные ну и собственно все такие небольшие изменения настройки у spf а я тоже записал в команды и сейчас мы это все настроим открываем rtr 1 открываем команды не то открыл вот нас команды так rtr 1 у меня он bd 1 называется 5 у spf 10 настраиваемся настраиваем интерфейсы здесь приоритет ставим ну и все такое hello dead interval пропускную способность и все в этом духе копируем все было в тех инструкциях которые я вам показал но с rtr 1 вверх и сюда все вставляем все rtr 1 у нас настроен можно приступать к следующему шагу следующий шаг это настройка rtr 2 вот у нас таки вверх сделаем открою команды вот он bd 2 в нашем случае rtr 2 и дишники обязательно проверяйте ну и вроде хостанеймов тут нигде вводить не нужно так что может с этим не волноваться тоже очень советую вам заготовить команды потому что так будет в разы быстрее это все настраивать как видите команды практически один в один везде одинаковые там небольшие изменения в числах в названиях интерфейсов в подобных вещах поэтому если вы заготовите под одно устройство команды другие устройства вам нужно будет только изменить уже заготовленные команды и настроить как и я в четыре нажатия клавиши потом мы настроили у spf на этих дефолтных устройствах дефолт настройки в spf очень совсем дефолтные мы их немного поменяли но в общем настроили дальше нам нужно настраивать над над и пак сразу будем настраивать у нас должен быть настроен над на к партнер серверу с определенному ip адресу публичному он должен быть задан то есть мы по сути делаем проброс порта нашел проброс порта давайте мы это найдем у нас получается мы не все настроили извиняюсь здесь холодит интервалы и подобные вещи нужно настраивать не только на rtr 1 rtr 2 а еще и на других устройствах например на вот этих вот косты и интервалы так в нашем случае это rtr 5 нет 4 4 так rtr 4 rtr 5 здесь только пропускную способность и пассив интерфейс настроить который не будет пакеты отправлять где же он это у нас rtr 5 все нашел rtr 5 вставить и rtr 6 только пассив интерфейс и простая способность как rtr 6 пейс отлично хорошо это мы все настроили теперь переходим к следующему этапу как раз таки статический над нам нужно прописать по сути проброс порта сделать дальше давайте сначала это настроим и почитаем что там дальше нужно как это у нас rtr 1 должен быть поезд настроили так дальше 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 задание потом настраиваем патт у нас должен быть access list 1 который будет разрешать адреса создать над пул с таким количеством api адресов ну и собственно вы сами все настройки видите здесь все максимально просто и настраиваем а если вы делали все лабораторные до этого это для вас вообще не ставит никаких проблем так заодно и сразу и сели настраиваю здесь у нас опять таки небольшие изменения и сели что нужно блокировать что разрешать давайте пока без серии только над и настроим так и пинат rtr 1 это у нас поезд все под мы настроили здесь так давить оверлот прописали все все правильно так теперь access листы у нас должен быть ведь я и блок как солист access лист и на line витя их мы его применим то есть доступ к линиям витя и будет только с определенного с определенной сети вот этой вот кроме нее всем запрещено хорошо тот же rtr 1 пейс и сели настроили хорошо это все отлично переходим к следующему этапу до настройка и сели нам нужно еще и сели настроить на bd3 это у нас получается rtr 3 вот он пейс аксесс групп 10 вот она описывается что нужно делать запретить получается из lan 1 в lan 2 запретить доступ хорошо и еще и сели 101 на lan 4 так вот он для получается rtr 6 потому что ппш pp3 вот и access лист 101 им на определенном интерфейсе хорошо что нам дальше после и серии нужно после серии нам осталось совсем чуть-чуть это настроить ntp-сервер на rtr 5 открываем rtr 5 ntp-сервер с айпи адресом utility сервера это у нас utility сервер если навести подождать вот его айпи адрес 33 13 5 таки команду у меня есть сюда вот ntp-сервер но и айпи адрес так где же ты это у нас rtr 5 должен быть пейс все ntp-сервер установлен и также на rtr 5 нам нужно забэкапить флэш для этого мы первым делом пишем show flash show flash здесь нам нужно только имя далее мы копим флэш то есть флэш памяти в тф тп далее мы вводим destination айпи опять того же сервера paste enter это у нас вот этот сервер utility сервер хорошо айпи адрес мы ввели так а нет и не то сделал извиняюсь control c я начал копировать не файл а айпи адрес да мы копируем по tftp нужно ввести имя файла который мы хотим скопировать copy paste и 5 имя файла как раз для этого мы его тут и выводили а теперь вот уже айпи адрес нужно скопировать поезд все destination file name просто подтверждаем и ждем у нас сейчас загрузится флэш память все файлы точнее определенный файл прошивки из нее на ютилити сервер и мы можем завершать наше задание как видите здесь все сошлось все работает можно проверить по пинговать но мы пока что ждем ждем пока у нас все загрузится весь файл и мы сможем закончить наше задание для этого нам нужно будет открыть браузер и здесь submit assessment ладно я спешу в общем ждем не знаю на сколько это времени займет скорее всего не особо много обычно вот примерно в этом моменте но уже сейчас должно заканчивать как раз закончила я говорю еще раз ожидаем я вам пока что напомню что нет не закончила советую тоже подготавливать команды заранее тогда у вас выполнение этого задания займет чуть больше времени чем у меня у меня когда они уже готовы то есть вам нужно будет прочитать конкретно задание посмотреть что нужно сделать и команды для этого прописать потом если у вас будет подобное задание например сразу несколько устройств настроить вы просто берете копируете то что вы уже написали заменяйте ip адреса название там не знаю идишники и все это применяйте к другому устройству что тоже займет всем чуть времени в отличие чем писать это все руками но пока что мы ждем все еще ждем наверное поставлю паузу а то как то слишком долго и мы вернемся когда у нас файл уже переместится итак файл у нас зафлэшился это заняло какое-то время видим все скачалось и мы можем садмитить наше задание нажимаем submit assessment и снова ждем теперь мы ждем пока у нас соберутся все данные с пакет трейсера и будет выставлена оценка опять таки давайте поставлю паузу потому что это может занять какое-то время и вы и так сидели ждали пока я сидел и смотрел как у нас файл помещается на сервер ладно тогда вернемся когда оценка будет и продолжим итак у нас все собралось все данные и как видите у меня все поинты полученные сто процентов выполнено можно здесь у вас будут две надписи если у вас не на сто процентов можно будет посмотреть что у вас не так нижняя надпись это можно закрывать и возвращаться сюда видеть свою оценку на этом все пишите ваше мнение в комментариях также если видео вам помогло оставляйте лайки и подписывайтесь на канал ну и на этом все пока и